Привет, друзья мои, я Олеся Медведева, а вы смотрите новый выпуск Ясно Понятно блога на канале страны. В одном из предыдущих видео я уже затрагивала тему выборов в Государственную Думу в Российской Федерации. В этом же блоге мы подробнее проанализируем, а какие последствия эти думские выборы возымеют для Украины. Напомню, что выборы длились три дня и в них впервые приняли участие жители ДНР и ЛНР, которые получили российские паспорта. Я напомню, что Киев именно из-за этого не признает результаты голосования, а также призывает мировое сообщество не признавать результаты выборов. Впрочем, как-то радикально на отношениях с Москвой, которые и без того крайне нехорошие, эта ситуация вряд ли может отразиться. Тем не менее, давайте разбираться, что означают итоги российских выборов в Государственную Думу для Украины. Смотрите до конца и все станет ясно и понятно. Итак, главный итог этого голосования – победа Единой России. Партия власти хоть и слегка уменьшила свой результат в сравнении с предыдущими выборами парламентскими, которые были пять лет назад, сейчас же она снова удержала за собой конституционное большинство. Она получила 112 мест по спискам и 198 по мажоритарке. По итогу собрав 310 голосов, чего достаточно не только для того, чтобы всего лишь одной фракции принимать законы, но и для того, чтобы вносить изменения в Конституцию России. Стоит отметить, что возглавляли списки Единой России два Сергея – Лавров и Шойгу. Для сравнения, в 2016 году список Единой России тогда, помнится, возглавлял Дмитрий Медведев, тогдашний премьер-министр. И главное в данном случае не то, что Лавров и Шойгу – это стопроцентные люди Путина. В первую очередь стоит обратить внимание, что оба этих чиновника, в отличие от Дмитрия Медведева, заточены под внешнее воздействие – дипломатическое и военное. И это непосредственно касается и Украины. То есть в стратегическом отношении российская политика в отношении Украины не только не поменяется, но и стоит обратить внимание на то, что уже существующие тенденции, вероятнее всего, усилятся. С одной стороны, российская дипломатия, понимаем под ней в том числе и Сергея Лаврова, будет работать на имплементацию Минских соглашений и напоминание о том, что этот документ единственный, где четко прописан алгоритм мирного урегулирования на Донбассе. С другой же стороны, военная машина, в том числе в лице Сергея Шойгу, будет работать на удержание территории ДНР и ЛНР вне украинского контроля, пока этот вопрос не решится в политической плоскости через как раз таки имплементацию Минских соглашений, а также на противостояние военному освоению Запада территорий Украины. Мог ли этот курс как-либо поменяться вследствие думских выборов России, разве что в сторону ужесточения лево-патриотической повестки, поскольку уже в новой думе резко усиливаются позиции тех, кто предлагает вопрос с Украиной и с ЛДНР решать радикальным способом. В сравнении с предыдущими выборами на 5% вырос рейтинг у коммунистов, который, я напомню, официально выступает за то, чтобы включить территории ДНР и ЛНР в состав России через референдум на неподконтрольных территориях. Также в составе партии «Справедливая Россия» в Думу по итогам голосования попал воевавший на Донбассе в ополчении писатель Прилепин, а также регулярно бывающий на Донбассе другой писатель Николай Стариков. В российский парламент также прошел и уроженец Одессы Анатолий Вассерман, на которого СБУ еще в 2015 году завело уголовное дело за посягательство на территориальную целостность. ЛДПР по итогам голосования занимает третье место, и всем также прекрасно, понятно и все очень много раз слышали позицию Жириновского и касательно Донбасса, да и в целом по Украине. Из партий, которые в теории могут быть довольно либеральными в отношении Киева, это только новые люди. Но она большой погоды в Российской Думе делать не будет, поскольку ее результат чуть выше проходного барьера, чуть больше, чем 5%. В общем, курс России в отношении Украины, если и будет меняться, то лишь в сторону усиления уже существующих тенденций. Многие на Западе, как и в принципе в Украине, надеялись на то, что после думских выборов в России начнутся какие-то акции протестов несогласных или какая-либо дестабилизация ситуации, но, как видим, этого не произошло. Российские власти прочно удерживают контроль над политической ситуацией в стране. И перспективы потенциальных Майданов в России на данный момент пока не очень просматриваются. Что, кстати, было хорошо заметно по ситуации с Навальным и по последним акциям протеста и митингам в связи с этим. Также, безусловно, одним из интереснейших моментов этого голосования было онлайн-голосование массовое. Именно через интернет в основном голосовали жители неподконтрольной части Донбасса. А в Москве, кстати, результаты онлайн-голосования не признают коммунисты и прочая оппозиция, заявляя, что с его помощью власти сфальсифицировали выборы. По их данным, согласно протоколам с большинства участков в Москве, кандидаты от Единой России проигрывали. Но после добавки электронных голосов везде победили. Также они отмечают, что сами результаты онлайн-голосования в Москве подсчитывали намного дольше, чем в других регионах. В российской власти отметают все эти обвинения, заявляя, что подлинность каждого голоса можно проверить ключом шифрования. А перевес Единой России в данном случае объясняется тем, что эта партия больше, чем остальные, агитировала принимать участие именно в онлайн-голосовании. Для Украины же, в принципе, опыт интернет-голосования очень интересен, поскольку Зеленский неоднократно уже заявлял, что совсем скоро Украина будет переходить к интернет-голосованию, к электронному голосованию. Не исключено, что эту систему в Украине, возможно, доделают, допилят уже к следующим выборам. Поскольку и министр цифровой трансформации Федоров заявлял, что в 2023 году планируется масштабная электронная перепись населения. Ну и, понятное дело, ее всячески тоже будут использовать и интегрировать. То тут, то там. И все эти процессы могут кардинально поменять электоральный расклад в нашей стране. Во-первых, голосованию можно будет привлечь больше молодежи. Во-вторых, теоретически проголосовать смогут также и миллионы украинцев, которые выехали из Украины и живут либо там в Европе, либо в России, или же в Америке. В-третьих, опять же, теоретически на таких электронных выборах смогут проголосовать и жители неподконтрольных территорий Донбасса, и Крыма, в любом случае те, у кого есть украинские паспорта. А это минимум несколько миллионов избирателей. Абсолютно не исключено, что как раз-таки последнюю категорию, а именно жителей неподконтрольных территорий, украинская власть попытается отсечь. Например, всем тем, у кого регистрация на неподконтрольных территориях и в Крыму, за исключением, ну, возможно, переселенцев. Ну, или власти могут попытаться провести какие-нибудь региональные манипуляции. Ну, скажем, сделать ряд пилотных регионов, которые, ну, аккуратно не включить Донецкую и Луганскую области, а также, разумеется, Крым. Ведь я напомню, что последние местные выборы не проводились даже в отдельных регионах Донбасса на подконтрольной Украине территории. Но все же, если резюмировать тему онлайн-голосования, если это будет имплементировано в Украине, то это очень многое поменяет. Ну, и, конечно, стоит разобраться, что показало голосование в Российскую Думу на Донбассе. Там, я напомню, проголосовало более 200 тысяч жителей ДНР и ЛНР. Часть из них отдали свой голос через онлайн-голосование и несколько десятков тысяч съездили на реальные участки в Ростовскую область. На данный момент, по официальным данным, паспорта Российской Федерации с территорией неподконтрольных Украине Донбасса получили 600 тысяч жителей. Но, на самом деле, нельзя сказать, что проголосовало всего треть из них. Конечно же, стоит учитывать и тот момент, что многие к тому времени могли уехать из республик и получить прописку где-то на территории России. То есть, итоговая цифра отдавших свой голос дончан и луганчан может быть еще выше. Но здесь, опять-таки, важен сам факт, что Москва дала право голоса людям, которые на территории Российской Федерации, как правило, прописки не имеют. Это такой символический шаг, который показывает, что Донбасс под контролем Москвы будет все больше и больше интегрироваться в политическое поле Российской Федерации. Но состоявшиеся выборы это не только ускорение интеграции республик в Россию. Важен здесь и такой прецедент, как официальная поддержка России своих новоиспеченных граждан. И если спровоцировать эту ситуацию на, не дай бог, возможное новое военное обострение, то в этом случае Москва может официально заявить, что выступает в защиту своих сотен тысяч граждан. И можно уже практически не сомневаться, что в случае полномасштабного конфликта именно этот повод для того, чтобы ввести войска, будет звучать как ключевой. Это, кстати, одна из главных причин, почему Киев отказывается признавать выборы в Госдуму и критикует паспортизацию республик в целом. А также регулярно обещает Верховная Рада принять какие-то законопроекты, которые вводят ответственность за получение российского паспорта вплоть до уголовной. Хотя, понятное дело, да и все прекрасно это понимают, что чем дальше затягивается процесс по Минску-2 и его реализации, тем больше жителей неподконтрольных территорий ЛНР и ДНР будут идти за российскими паспортами. И будут это делать добровольно. Ведь, вопреки тому, что говорят в Украине, большинство жителей неподконтрольных территорий Донбасса никто не заставляет получать документы Российской Федерации. Там и местные паспорта до сих пор получить крайне сложно, без которых невозможно получить гражданство Российской Федерации. То есть, никакой принудительной паспортизации нет. Этот процесс начался и идет лишь потому, что многие люди, разуверившись и отчаявшись ждать мирное урегулирование на Донбассе, приняли для себя решение обзавестись российским паспортом, который даст возможность обустраиваться уже в новой жизни, как на неподконтрольной части Донбасса, так и в других регионах России. И чем больше местных жителей получат эти самые российские паспорта, тем шире будут рамки российской интеграции этих регионов, вплоть до того, что все местное население будет голосовать на президентских выборах в Российской Федерации в 2024 году. И вот тогда исполнить Минск-2 чисто технически будет уже невозможно. Пока же этот путь еще не до конца закрыт, но украинские власти, тем не менее, не торопятся от слова совсем. Чем это обернется, я уже ранее сказала. А что вы думаете по этому поводу, друзья, обязательно пишите в комментариях. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно-понятно, блог на канале страны. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайтесь на нас и в других социальных сетях. Подписывайтесь на телеграм-канал «Политика страны». И самые актуальные новости вы можете читать прямо здесь, на нашем канале Ютуб. Подписывайтесь на наш канал.